Добрый день, шановные глядачы! Мы протягиваем цикл наших токов инициативных организаций human constant. Уже прошли четыре з'их, это уже четвертый ток с циклу правы человека и коронавирус у Беларуси. Наша сёняшняя размова – это коронавирус и медицина, лекары, пациенты, эпидемия. У докладню наш ток будет дожиться 40 хвилин. Можете так сама дасылаць ваше питанье, бо будет трансляция на фан-пэйдж организации human constant у фейсбуку. Таму, калі пытанье узникнуть, то я не буду змешчана тут у чаті. Махчыма, мы паспеем на их отказать. Але тема такая важная, такая балючая, такая хвалючая, што спадзюйся вогулі прагаворым у все необходные аспекты, што паспеем. Наши гости, гости нашей размовы – это Андрей Аудяюк, лекарь, загадчик терапевтичного отделения номер 3, 1-й центральной районной поликлиники города Минска. Это Анастасия Степусь, лекарь, анастазиолог-реаниматолог 6-й клиничной больницы. Это Игорь Юстегнеев, лекарь, загадчик детяшой реанимации 6-й родильни. Их это айтец Сергей Стасевич, сябра рады апекунов бібліотеки музея Францішка Скарыны у Лондоні, душпастыр беларускіх каталіков Великобритані і капылян шпяталя университетскага каледжу у Лондоні. Вось такая у нас размайта і годная сёння кампанія. Мене завуць Валярына Кустова, я небыяковый поэт, вядаўца і модератор сённішніга току, сённішній размог. Пачнім адразу з першага пытанні, ўогулі будзім развеншваць міфы, які існуюць датычна ковіду ў Беларусі. Наслупствы першай хвалі эпідэмі, які яны былі для Беларусі? Маю пытанні адрасавана спадару Андрею, калі ласка. Адзнаште ваше ўсприняція як лекара, може быць некі статистычныя дадіныя, што патерпела, як патерпела Беларусь, што принесла першай хвалі коронавірусову, яка я минула? Ну, во-первых, ми це не зовсім ожидали. То есть, как бы, сначала було понемножечку, понемножечку, а потім начался достаточно бальшой рост. Но, в общем, если сказати, в общем, да, то есть, как бы, мы, в принципе, мобилизовались. Я беру чисто свою поликлинику, вот, мы мобилизовались достаточно быстро, и сказать, что взяли под контроль, нет, но, по крайней мере, мы начали работать над этим, и мы, в принципе, теоретически, то есть, как бы, справились. Единственное, что по статистическим данным были какие-то там недомолвки, скажем так. Ну, сложно это объяснять. Это не к медикам, скажем так, вопросы, а вопросы больше к статистическим службам, по большому счету. Сказать, что мы плохо сработали, нет. Ну, так работали. Было создано три бригады у нас, в частности, то есть, как бы, по всем терапевтическим отделениям, и эти три бригады наблюдали за больными, за контактами первого уровня. Это на первичном цене. То есть, как бы, все, в общем-то, первые два месяца, может быть, там, февраль-март были достаточно сложными, потому что не знали вообще, что делать. Но, в принципе, потом вошли в колею и сработали более-менее ничего. Дякую, Андрей. Так само, удакладняльное питание у меня до Анастасии. Было меркавание такое, что самоизоляция потребна не для того, каб не захвареть, а каб дать махшымасть медикам падрыхтаваться до гэтай хвалі, каб хвареть поступово, каб гэтая нагрузка размерковалась поступово для медиков. То, ваше меркавание, ці медики ўжо гатовыя до гэтай нагрузки на ця перышній момент. Ці сапрауды, вось людзі, які заховывалі самоизоляцію, яны таким чынам разгружалі медиков. Ці можна так сказаць, Анастасия? Ну, нет, я считаю, что в первую очередь эта самоизоляция нужна именно для людей. То есть для того, чтобы защитить себя в первую очередь, либо если ты болеешь, чтобы защитить окружаючих уже от себя в такому ключі. То есть я не думаю, что кто-то сильно думал о медиках, о том, как им будет тяжело. Вот, поэтому здесь, мне кажется, именно для человека важна самоизоляция и понимание того, что происходит. То есть, если ты заболел, не ходи никуда, соответственно. Или если ты, грубо говоря, боишься заразиться, то есть, соответственно, тебе свои социальные контакты как-то тоже нужно снижать. Дякую, Великі. Пытання да Айцца Сергея. Як на ваша меркаванні ставлення да эпидемії адрознівалася, наприклад, у той же Беларусі, наповна, вы слушайте так само за нашими новинами, за нашими и вашими новинами, і, наприклад, у Великобритании, у тым же самым Лондоні. Ці було адрознів людей ставлення да гэта эпидемія? Так, адрознів не вельми заважныя. А у Великобритании спачатку так само. Урад был непелный, і мы, як ведайте, приняли карантинные меры, хіба, што самыми опошними в Європі. Тим не менш, загады ураду тут выдаются в форме парадов. Сам реч, это не парада. И хто веде ангельскую мову, и они думают, что это парадов владов. Это не парад, это загад. И они просто выдаются в мягкой форме. І люди їх виконують, мкнуться їх виконують і вероць у владі. Хто це вельми важна. Тут великий довер обранай владі, і відповідна десь мерковання у громадськи, што влада робить усе, каб оборонити своїх громадянам от захворвання. У Беларусі люди робять кожне, што захочат, тому што нема і не було. Я був в Беларусі під час цієї пандемії два рази. І я зауважував, што покольки нема прописаных правил, кожне робить все, што йому здається слушним. Одні носять маски, другие не носять. І, відповідно, раз нема ясних, дакладных пратписанням наступствы, адповідно, ну, я думаю, што павінны сказацца самі сабоя. Дзяку Велікі. У мене пытання, напевна, гэта для усіх, але пачнем з ігара. Наколькі меры безпекі уплываюць на тое, што вы сапрауды можыце не захворець, што вы можыце абараніць сябе і сваїх близких, маскі, мыцьо рук, самоізаляція. І ці сапрауды, вось пытання, як да загадчыка дзятячай реанімацій, дзяті з'являюцца такімі асмонымі пераношчакамі бізсімтомнамі гэтага вірусу, ці ўсё ж такі дзяті так сама хвареюць, і ці наколькі сур'йозна? Если отвечать на первую часть вопроса, то, паскольку вірус, как нам известно, чаще все передаецца воздушно-капельным путем, то, соответственно, конечно же, все меры, которые противоэпідемічні, которые направлены именно на разобщение вот этой цепочки, соціальна дистанція, маски, респиратори, ну і так далі. То есть, исключение любых контактов потенціально больного человека со здоровыми і разобщение вот этой передачи віруса, ну, допустим, через слюну, скорее всего, все эти меры, конечно же, эффективны. А що касаємо второй части вопроса, за время, ну, назовемо так, первой волны пандемії, когда наш роддом полностью закрывали на прием женщин с подтвержденной ковид-инфекцией, ковид-19, у нас родилось около, это, ну, приблизительно три місяці було, родилось не так много, около пятидесяти детей, і к нам в реанимацию поступали дітей, ну, по определенным показаниям, ну, чаще все это были, конечно, недоношенные дети, і сказати, що їх перві дні жизни протекали как-то по-особенному, ну, сложно сказати, тому що говорят, що при пораженні вірусом, в первую очередь, конечно, страдає респираторна система, дихательна, але, соответственно, у недоношенных дітей, у которых легкие не готовы для того, щоб дышати, ну, условно, самостоятельно, тож є проблеми по диханню, тому сказати, що вірус як-то на них повлиял, сложно, і, конечно же, наші діти все були обслідованы, т.е. у жінчини був доказан ковид путем мазка-ПЦР, ісследовання антитела, или вместе со всеми, или без этого, КТ-картина, компьютерная томографія легких, де типична картина, допустим, ковид-пневмонії. При этом ми брали всем нашим поступающим детям в первые сутки мазок из носоглотки и ротоглотки, і також брали антитела, причем ми брали не експрес-методом, а методом количественным. У нас в больнице доступна технологія, реактивы. И он більш докладний, этот метод більш докладний? Да, он більш докладний, потому что, допустим, экспрес-метод, он показує вам наличие либо отсутствие иммуноглобулинов М и иммуноглобулинов G. А количественный метод, у него есть референтные значения, то есть, допустим, иммуноглобулин М, ну вот есть 0,7, к примеру, цифра, но положительным он считается только от единицы, да и то такой сомнительный. Конечно же, если у вас иммуноглобулин, ну условно 30, то и экспресс-тест будет положительный, и тут можно говорить, что у вас острая фаза. И плюс к первому мазку через 48 часов от рождения мы брали повторную мазку. Так вот, все наши дети, ну через реанимацию, конечно же, не все 50 детей прошли. Прошло около 15 детей. Ни у одного из наших пациентов не было положительного мазка. Были положительные антитела, но это были антитела класса G, то есть это те иммуноглобулины от мамы, которая болеет, которые вырабатывают антитела, и эти антитела G проникают через плаценту, через пуповину и передаются ребенку. Иммуноглобулин М, поскольку это довольно крупные белковые молекулы, они как острофазовый белок, не белок, а антитела, они не проникают. Поэтому то, что мы видели, грубо говоря, у мамы большие титры антитела G, потому что она, грубо говоря, развернуто болеет сильно, и часть этих антитела переходит к ребенку. Сказать, что эти антитела формировать будут в последующем его стойкий иммунитет даже от своей мамы, если теоретически она передаст ему вирус, но это спорно. Давайте я подвыникую простыми словами, что дети не захворвали, им не передавалась сама хвороба от своих мати, олени, которые имели антитела, яке не факт, что уратують их от полторного захворвания. Так? Да, но это, опять же, только по нашему отделению, нашей больнице. А в мире есть довольно много случаев, ну, так скажем, есть описанные случаи именно трансплацентарной передачи вируса, их немного. А вот, допустим, случаев, когда мать находится с ребенком на совместном пребывании, она сцеживается, она кормит, и в это же время она является активным выделителем вируса. Конечно, у новорожденных от таких матерей очень возможна и великая вероятность заболеть. Дякую великую Игорь. У меня тогда питание зараз будет до Андрея. Первые предметы пандемии. На ваше меркование. Все ж таки, на початку заставаться дома, некие меры принимать дома, те вот просто одразу ехать у лякарню. Бо есть розные меркования, есть меркование, что на дворот там хоть шесть заразишся, а дома можно не перебыть. Тобак, дзе тая межа, дзе тые предметы, калі саправды треба ехать уже у шпиталь. Андрей, включите микрофон. Так, ну тут вопрос такой, значит. Если человек чувствует себя плохо, я опять же по первичному звену, человек чувствует себя плохо, пускай вызывает доктора. Доктор приходит в СИЗИ, то есть как бы в средствах индивидуальной защиты. Касабельно нашей поликлиники, в принципе, мы достаточно обеспечены этим делом. И вызывает доктора на дом. И доктор приходит и смотрит уже по ситуации. То есть, как бы, вот, относительно того, что, что вот эти вот социальное дистанцирование, масочки, перчатки или обработка антисептиком рук, это абсолютно доказано, что во всех, практически при всех вирусных, скажем так, эпидемиях, в общем-то, это все работает достаточно хорошо. В поликлинику у нас же было даже такое, что в поликлинику не надо было приходить, сразу вызывали доктора и даже перевели время работы докторов с тем, чтобы доктора больше ходили по вызовам, чем приходили в поликлинику, чем пациенты приходили в поликлинику. Точно так же, как для того, чтобы выписать рецепты, те же самые помощники врачей приносили рецепты. в общем, больше делали вызовов, больше ходили по домам, чем в обычное время. То есть давалось даже вплоть до того, что доктора принимали около трех часов в первую смену, три часа в первую смену, три часа во вторую смену, а все остальное время ходили по вызовам и разруливали ситуацию, то есть смотрели, что к чему. Направляли, если есть необходимость, у каждого пульсоксиметр есть, направляли, если была необходимость в приемное отделение больниц, и при необходимости госпитализировали. Я понял, ну, в принципе, как бы основной такой показатель это нарушение обоняния, нарушение вкусовых ощущений. Но это не обязательно, даже температура та же самая, тот же самый кашель, они требуют того, чтобы, в общем-то, ну, чаще доктора надо вызывать все-таки на дом, и доктор на месте решает вопрос о дальнейшем ведении пациента. То есть, как бы, но еще раз повторюсь, что анасмия, то есть, нарушение абоняния и нарушение вкусовых ощущений, это считается основным таким основным признакам коронавирусной инфекции. Але, накольки я ведаю, из тых, кто хварыл и писал про это, это не обовязковые предметы, да? Нет, конечно, не обязательно, конечно, не обязательно. Вообще, коронавируса уже не один коронавирус есть, там есть некоторое количество, которое каждый по-своему может вызывать какие-то ощущения и какие-то симптомы. Но, в общем-то, смотреть, тут я же говорю, почему доктора вызывать надо, потому что доктор объективно и, скажем так, в общем посмотрит и поймет, что делать дальше с человеком. Это может быть абсолютно спокойное небольшое повышение температурки, то есть какой-нибудь кашель, какая-то слабость, а потом вдруг появляется, направляет доктор на компьютерную томографию, а там появляется матовое стекло, там 25% поражение. Причем человек спокойно себя чувствует, абсолютно нормально, без задышек, без ничего, без всяких проявлений. Ну, это все дело смотрится сугубо объективно. Чаще всего, повторюсь, что чаще всего это анасмия, нарушение обоняния. Дякую, великий, Андрей. Пытание у меня до Анастасии. З вашего досвяду, які группы найбольш падзвержаны гэтому вирусу насельництва? Цігэта саправды пенсионеры? Был бы лі меркавані пра абсалютна рознага узросту людзі. Ці толькі 50 плюс? Цігэта не залежыць ад узросту? Ну, вообще, в принципі, інфіціровання возможно у людей разных возрастных груп, совершенно любых, от детей до взрослых до пожилых людей. Здесь, наверное, речь больше идёт о степені тяжести клинических проявлений. Если мы говорим о інфіцірованных детях, то это чаще всего, как наблюдается, это бессимптомное течение, то есть они, условно говоря, являются переносчиками инфекции. То, чем, ну, как мы наблюдали, чем старше человек, тем более яркие клинические проявления у него могут быть те же пневмонии, в первую очередь это пневмония и тяжесть этих пневмоний и обширность поражения лёгких. То есть, да, действительно, как мы наблюдали у себя в отделении реанимации, в наиболее тяжёлом состоянии были пациенты от 60 лет и старше, хотя были исключения, были молодые пациенты, которые были в очень тяжёлом состоянии, которым требовалась даже искусственная вентиляция лёгких, но, опять же, это были чаще исключения. В основном, это люди старшей возрастной группы. ци Анастасия саправды не иснуе иммунитета бо гэтых коронавируса у разновидностей вельми шмат. Тоба, калі у аналізі чалавека ёсць антетелы, ци значатся гэта, што можна ему хадзіць без маски і ўже не переживаць, што никога не заразіць і сам не захварые. Нет, вы действительно правы, разновидностей коронавируса єсть много, но сечас мы говорим именно оковид-19. Вирусы, с которым столкнулись практически все страны, в том числе и мы, сейчас, и поэтому маски, те же из носоглотки и из ротоглотки и антитела берутся именно к этому вирусу. Поэтому пока что, мне кажется, о таких вещах, как стойкость иммунитета говорить рано, потому что этот вирус достаточно молодой, достаточно небольшое количество людей переболело и у нас нет еще такого материала, с которым можно работать именно в плане повторного заражения. Хотя из личного опыта, могу сказать, по своим знакомым, встречались случаи повторного заражения. Дякую велике. Отец Сергей, вузведу, что вы капылян не только шпиталя университетского колледжа Лондона, ну, некольки, но вот трех шпиталю. Ци вы, калі наведваэці їх, людей, хворых, заховывайці меры безпеки і ци вогулі кастел, як допускае, каже, што йось гэта захворвані, што треба сябі абараняць і не комуніковаць імі. Ци што ян каже на гэта конт і якой ваша ставлення? Ну, я з'являюся як святаром царкви, так і супрацовником національнах системы оховы здоровья Великобританні. Ніякой суперечнасті пам'яжду ма структурами няма, тому, што мы виконуваєм распорядженні цивільны влады, у тым, наколькі яны паводли наше асумленье не суперечать Божому закону. Канешні, влада містовая, яна пріняла все махшымыя меры з'являтого кав'ю, паводли цього распорядження, але царква просто виконала, не толькі каталіцкая царква, так само мусульмане і прадставнікі гэбрейскай супольнаці, рознаная плынь юдаїзму, усе зачынілі синагогі, усе зачыніли царквы, місцы маліцвы, на, а це отбывалося цягам двох місяців, май і здаецца до пачатку шэрвіня, а можна в це і памыряюся, але нікалькі місяців організовано набажэнства в місцах культу в Британі не було. Людзей захвачвалі маліцца дому, для того, каб не запаволіць распорядження. Гэта означало, што так само спачатку і святары не маглі навядываць всіх ўспіталі, і цяпер я не магу навядываць всіх жадаючих, а толькі тих, хто попросіць. І на пачатку яны вызваліли шпіталі наші, а до ціх хворіг, так кажем, вызваліли двокосі, пакінули толькі з подозрэнням альбо хворіг на ковід-19, павєдна, колькість пацієнта одразу резко знішилась. Далей, навядываць можна було толькі поміраючі, калі сям'я альбо сам чалавек просіць ўжо ўстаані мінавіта памежным, калі єсь небезпекна для житця. І, канешні, навядывання хворіг, які знаходяць зараз ў звычайных палатах, а буваець звычайным чынам, толькі, что мы всі мусім носіць маски без выключэння. Все супрацовнікі шпіталя ходять маски. Але немагуты екіпіровкі полны. Коронавірусныя хворы ёсь полны асабісты комплект абароны, PPE, які пранаяш, які вямі довго займае прананні і распрананні. Я пранав яго сам регулярна, калі мені запрашалі до коронавірусну хворы. Толькі такі можна було їх навязвать. Пачатку експериментавалі, балі спачатку я не хацелі каб мы торкі часткова, далі їх з'явілася більш, тут таксамы бывае, булі праблємі з яцемі комплектамі, і яны спачатку ях еканоміли, далі яны пачалі вдаваць їх усім, і паколькі нікому, крім капілана да хворага прейсці більш нельга, значы толькі святар, толькі лекар, і навыц не за все члены сямі, то просто праналі калкам. І врешті решт нам було прапанаванна здаць тест на антителы, які я зрабіў, і тест был негативний. Значаю, што я не заразівся ковідом найнцін вось першы період пандемі. Дзяку велікі. Ігор, вось є смеркаванні, я ўсё гэтага, што маски децям да трога до насіць нельга. Ну, цэці, можна не насіць і не рекамендавана. Чаму так, калі дзеці яны адны з асноўных періаносчык інфекцій? Ці таму, што яны не будуть просто насіць, ці у нас нават спробаў такіх не робіцца. Во-первых, заявлення, што дзеці да трёх лет адніць, как вы сказали, самых важных періаносчыков інфекцій. Ну, гуглі, што дзеці яны періаносіць бісімптомна і таму яны небеспечны ў гэтым плані? Ну, это давольна спорна. То ессі, ессі, ані бісімптомны насіццілі, то какім-то путём ах выявляют. Наврядлі это какой-то всеагульны скринінг, взяли всех дзеці і ў бісімптомных взяли мазок, і он положительный. Я вэтам очіне самневаюсь. Другой вапрос, што дзеці могут періаносіць тот же ковід в лёгкій формі, і мало хто задумується о том, що це ковід. Подумаєт, дуже багато вірусів различних, те же ентеровірусів, ну, багато вариантов других. Да, і тоді вони можуть ну, словно заразити своїх бабушек, дедушек, мам, пап. Але по поводу ношення масок, ну, мне сложно сказати. Мне кажется, якщо мама с ребёнком приїжджає в ту же детську інфекціонну в больницю, потому що у ребёнка температура, і в приїмному покоі доволі там, условно, багато дітей, то, конечно же, на мій взгляд, мама надене на ребёнка маску, і сама надене маску, і всяческий буде оберегати хоча б дистанцію своєго ребёнка від других дітей. Другой вопрос, якщо це бессимптомне носительство, тут доволі складно. на мій взгляд, на мій взгляд, ну, і є інші статті, де сказано, що бессимптомне носительство не є самою распространённой формою передачи. То есть, грубо говоря, какой-то субстрат должен всё-таки быть, і якщо інфекція в чоловіке протекає, то что-то должно бути. Соответственно, через слюну она виходить. Поэтому вот эти бессимптомні носители, які прям всіх ходять і всіх заражають, ну, можливо, є какой-то процент, але я дуже сомневаюсь, що їх багато, а тем более я дуже сомневаюсь, що багато таких дітей, і тим более до трёх років, які являться чуть ли не оружіем массового пораження. А ліпогу ли дітей варто отмежовувати от бабуле дідуле, ось коли зараз другая хваль пайшла епідемія? Конечно, так же ми можем посмотрить і в обратну сторону, почему ми не можем рассмотреть, якщо бабушка і дедушка являться бессимптомным носителем і заразят ребёнка. Если ми говоримо о том, що ребёнок може бессимптомным і заразить бабушку. То є все вот эти, ну а тем более, коли появляться які-нібудь минимальні признаки, назовемо теорі, то, конечно же, лучше дистанціруватися от всех. Дяку, велике, ми на самарайш уже столькі мифа розвінчали, що ковід-19 і коронавірус це так само не одно і то, що діці яны не завсёды і не завжды не факт, што яны такі уже актывныя переносчикі. Добра, давайця тады ішчэ адзін розвінчайміф. У мене пытання да Андрея. Ёсь меркаванні, што зараз пайшла другая хваля ковід-19, што эпідемія узмацнілася, ці падсверджаецца гэта лічбами захварэвшых на дадзі на момент, ці можна так саправды сказаць? Ну, вторая вална єсь, людзі балеют по второму, єсь некатарі, которые балеют по второму кругу. Андрей, ви можете спыніцца на той хвілін, ці, калі будзі адказываць? Дяку. Єсь людзі, которые балеют по второму кругу, але щас йдет небольшое повышення за счет массових мероприятий, т.е. люди контактирують друг с другом і, відповідно, можна ми піоддем дому? Происходит такая красота. Єсь, і є люди, які болеют по второму разу. Я замерзла, у мене у самой буде коронавірус зараз. Хорошо, добре, тоді я трошечки адресую питання. Я ще ігару. Наколькі масові мероприємстві, які зараз адбываюцца, і уплываюць на той, што пачалася другая хваля коронавіруса? Я кажу зараз, як там про офіційны мероприємствы, так і про мірныя шэсті, які адбываюцца. Наколькі гэта уплываєць? Можна сказаць, што гэта уплыває? Ну, на мой взгляд, здесь ще вопрос, вторая ли це волна, чи це хвост первої волны? Ну, це вопрос для дискуссії. А в тому, що, опять же, якщо ми не берем в расчет бессимптомне носительство, то кто-нибудь с минимальными симптомами, человек, который вокруг себя соберет 5, 10, 12 і так далі человек, то частиць з них, конечно же, примут на себе этот вирус, заболеюць, не заболеюць, заболеюць вони в легкой форме, в средній, в тяжелій, чи для них це буде незаметно, це, звісно, ніколи не відомо. Але, як я вже вначале казав, що ця 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 фраза «соціальна дистанція», она з епідеміологіччя точки зрения дуже важна. Якщо, грубо говоря, болеючий человек, який є активним вироком вирусу, чаще всего через слюну находяться в толпе, то очень высок риск вероятності того, що кто-нибудь от него еще заразіць. Дякую Анастасія, ці зараз сапруды на вашей меркаванні хвареюць по-другім колі, ці все ж такі гэта пашалі хварець те, хто не хвареў, хто захоуу дистанцію рані, хто захоуу самоізоляцію, тепер трошки асьмелевши вышел, ось з вашого досвіду, досвіду вашей коммунікації так само хворами? Ну, сложно на самом деле сказати, хто ті люди, хто болею сейчас, ну, це однозначно не те, які вже переболіли, ті таких людей пока що ще мало, це люди, які болею перший раз, по-крайне мере, ярко, с выраженими клиническими симптомами, що послужило причину этому, ті ж вопрос спорний, можливо, да, коли в средствах масової информации почали говорити о том, що пандемія пошла на спад в усіх країнах мира, в тому числе і у нас, можливо, да, какое-то расслаблення у людей пошло, вони стали менше соблюдати ту соціальну дистанцію, опять же, почали посещати які-то массові мероприятия, увеселительні заведення, де ж якщо взяти, к примеру, як було в начале пандемії, коли починалось ще все в апреле, грубо говоря, то есть люди в общественном транспорте були в масках, в перчатках, регулярно пользовались антисептиками для рук, то сейчас мы, к сожалению, видим это все меньше и меньше, хотя такие правила, как социальная дистанция, ношення масок, обработка, даже обычное мытье рук после посещения общественных мест касаются не только данной пандемії, это защита любой ситуации, когда идет подъем любых вирусных заболеваний, поэтому вот так. Дякую. Айцет Сергей, які єсть рекомендации до людей, каб превентивно опереджать гэта захворвань, не дать ему схапить себе у Великобритании і які вы басабіста так само раэли, што робіць с эмоцинным станом, калі стрэс, што робіць со здоровьем, калі там восінь приходзіць. Які єсть рекомендации, каб не захворець, каб тримаць себе у гэты складаны часы? Рекомендации сталися такі самыя, і они стали трохи спрощенными, кудысь ці пропало все, не? Не, все выдатно, мы вас чуем и бачим, кажите. Я вас не бачу, ну давай. Значить, рекомендации стали такими самыми, і такими жакі бэлі, вони бэлі спрощенны, канічня, вбольші сі насіць маскі. Це датвічіць усіх місць граману. Спадар, Сергій, не чуем вас зараз, але вернімся трошішкі пазній, таму я звернуся до ігра напэлна на теперішній місць, ці єсті нікі рекомендації, може біць, і агульнага характару, як палепшить імунітет дадзі на сітуацій, апррош названых, ўжо насіць маскі, мыць руки, трымаць дистанцію, невідамі вітамінки піть, ну, що сіше нове, що ведають лекарі али не ведають прості люди? Наступає холодний осенній период, поэтому вітаминки піть, це, не повредить. Чесно говоря, навряд ли це від ковід-19 спасет, але глаubне по большому счету в идеале не контактировать с теми, хто болеет. поэтому опять же вернемся в социальная дистанція. А так все рекомендации по ведению здорового образа жизни, высыпаться, умеренная физическая нагрузка, витамины, грамотный рацион питания, меньше стрессов и так далее, все это, конечно же, в любую пандемию и в любую осенню хандру допустимо и приемлемо. Но самое главное это избегать очень сильно желательно избегать контактов непосредственно с вируса выделителем. Дякую великую Анастасию. Ци ёс саправды патрэба цяпер на дадзіны момент, ци была ранее, бы не каторые кажуть, што гэта миф, а не каторые кажуть, што реальная патрэба у тым была, каб сродками финансовыми и рэчами допамагаць докторам. Вось цепер пачынаецца другая хваляць, як это хвостик першай, каб збіраць сродки на той, каб привоззіць някі медычны экипіровку, каб абеды тёплые, бо многие гатовые допамагаць, кале такая допамога патрэбна. Ци заправды такой периодычна ёсць ў гэтам необходнаць. Ну, периодическі, канешна, необходимость есть, но что касается именно нашей больницы, нашего отделения, даже с началом первой волны этой пандемии у нас всё было готово. То есть, если говорить честно, к моменту поступления первого пациента в наше отделение у нас были организованы санпропускники, в которых мы могли одеваться, переодеваться в средства индивидуальной защиты, собственно говоря, как были в достаточном количестве эти средства, в том числе комбинезоны, респираторы, очки, Т-средства, лекарственные препараты, все, которые необходимы, были. Но, исходя из опыта своих коллег, я не берусь говорить даже про районные больницы какие-то маленькие, даже в Минске, что такая потребность была, потому что люди просто-напросто, медперсонал, не были готовы к тому, что будет то, что мы видели, что таких больных будет много, что не будет в таком количестве, поэтому изначально они все переводились из больниц, где случайно выявлялись случаи заболевания, они переводились в инфекционную больницу, в нашу больницу в том числе, но потом, когда уже, естественно, не резиновые, если так можно выразиться, пришлось закрываться другим больницам, другим отделениям именно на прием пациентов с коронавирусной инфекцией, соответственно, медперсонал тех больниц не был обеспечен достаточным количеством средств медитальной защиты. Дякую великі. Ясше былі выпадки неаднаразовы, калі медыки, это не было тенденция, але калі медыки не вытрымливали, звальнялися по розных причинах. Накольки тое, чем вы теперь займаете, это так сама миссия и передусім замагання с кавидом. Накольки вось вогуля медичные работники, врачи, медсестры отчуваюць отказнаць і отчуваюць, што им треба быть на гэтэм месце, калі гэта все навальваюцца. Бо гэта не ёсць обавязкам по трое суток не бачыць своїх родных, трымаць себе самоизоляцію живучи у іншым месце. Накольки гэта миссия и саправды ці усе лекары згодны і хочуть і ці гэта справядлива за гэта сродкі гэта все вытрымлюваць ігар? Ну, насколька я знаю, што были отделення і были в больнице і в городі Мінске в том числе ну, скорее, отделення, чем цельцяком больнице, которые закрывались, ну, как это называется, закрывались на карантин. То есть персонал, который оказывает помощь в отделении, младший, средний, врачебный медицинский персонал, они і находились в момент своего отдыха вне дежурства на территории больницы і, соответственно, на работу приходили снова в больнице. І да, такі случаи були. Опять же, наскільки я знаю, це, все було непринудительно, це було добровольно, чість, чість сотрудників на це соглашалась, чість не соглашалась, але, як ви сказали, по разным причинам. як к цьому відноситься? я більше чим уверен, що у кожного врача є понимання у тому, що є його робота, і в такі доволі складні моменти, именно епідеміологічні, медицинські, кожен приймає решення по себе, закрыватися йому, грубо говоря, і не видіти по нескільки недель родних, і не носити к тому ж можливі інфекцію додому, також мера предосторожності, чи можливі на час пандемії знайти своє применення врачебне в якому-то другому отделі, який не роботає с ковідом. В силу разных обстоятельств разные люди выбирають і делают своє решення, исходя з собственной голови. А вообще ситуація не вопрос какого-то долга і героїзма, а це вопрос того, що якщо ти роботаєш в конкретному отделію, у тебе є конкретні пацієнти, то, кінечне ж, ти будеш оказывати допомогу. Якщо не хочеш допомогу допомогу, по яким-то причинам, то тебе треба на время і навсегда покидати це отделення. Це все доволі просто. По ваших відчуваннях, Ігор, справимся ми з цим? Кінечне, кінечне, об'язатльно справимся, і з цим справимся, і со всем остальним справимся. Совсем справимся. Дякую великі. Я хачу вельми моцна падякаваць нашым сьогоднішнім гастям, вам, лекарам, ўрачам, за то, што вы робіці, вы робіці вельми великую справу, вы ратуеці, будучші не Беларусі. Дякую великі айцю Сергею, так само, які допомагає і моральна, і эмоційна, і духовна ў Лондоні, і беларусам, і не толькі. Дякую великі, я нагадваю, што з вами была Валярына Кустова, тема сьогоднішніх гаток, коронавірус і медыцзына, урачы, пацієнты, эпідемія. Я спадзіюся, што мы вы пачулі шмат нічаканага, як я, шмат новага, і головна, шмат карыстнага, што вам допоможе, і допоможе вашим близким абараніць сябі ад гэты хваробы і захавацца. Дзякую всім глядачам, дзякую вам, дорогі гості, гэты ток будзе потім выкладзіны, я вам всім скину, і будзе короткая версія, яку так само зможыць пабачыць. Дзякую великі, до зустрэча. Дзякую. Дзі Всі, можым адлучаць усе адсюль. Да, все записано, все выложено, потім ще ссылочки всем разошли.